Друзья российского диктатора Путина, миллиардеры Бориса Аркадия и Ротенберги, прячут свои компании, виллы, самолеты, яхты за границей, обходя западные санкции. В распоряжении интернет-издания «Важные истории» в результате масштабной утечки оказался целый массив документов за 2013-2020 годы. «Важные истории» и журналисты из полутора десятка ведущих мировых изданий провели совместное расследование. И вот его итог. Ну, здравствуй, пыль. Лежишь здесь, на немецкой земле. Приехали к тебе сообщить, что Крым опять наш. Благодаря твоим последующим. А ты все так же будешь немецкой земле гнить. Да. Обязательно через полгодика еще заедем. Сказать, что и Донбасс теперь наш. Это единственное видео на ютуб-канале Максима Викторова, российского бизнесмена, поддерживающего военную агрессию России против Украины. Максим Викторов любитель верховой езды. Коллекционер старинных музыкальных инструментов. К примеру, в 2008-м на аукционе «Сотбис» он приобрел скрипку работы Гварнери стоимостью более 3,5 миллионов долларов. И эта скрипка не звучала сто лет. В Великобритании у него свой бизнес и приятельские отношения с представителями королевской семьи. К концу жизни приходят к пониманию того, что вообще-то куда потратить посильным трудом. Да, миллиарды. Викторов – доверенное лицо друзей детства Владимира Путина, олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов. Изучив слитые архивы Викторова, журналисты выяснили – окружение диктатора Путина сохранило многие из своих зарубежных дворцов, яхт и, несмотря на санкции, продолжает тайно вкладывать деньги в активы на Западе благодаря Викторову. В кремлевской среде таких людей принято называть фронтменами. Их задача – вести финансовые и личные дела своих покровителей. Но так, чтобы никто не узнал, в чьих интересах это делается. В 2014 году братья Ротенберги попали в санкционный список США, как одни из самых влиятельных олигархов России. Благодаря Путину они заработали миллиарды долларов на контрактах с «Газпромом» и строительстве олимпийских объектов в Сочи. Конечно, я считаю, что это безобразие. После санкций братья начали избавляться от многочисленных активов в России. По данным важных историй, доли Ротенбергов в разных компаниях, как правило, переходили закрытым паевым инвестиционным фондом. Ими, в свою очередь, управляла одна компания – «Эвакорп», ее владелец Максим Викторов. Так он помогает семье Ротенбергов прятать активы в России и за границей. Вся эта работа, она, в общем, конечно, требует не только времени, но еще и навыков, знаний, коммуникаций. В конце 2014 года Викторов посодействовал Борису Ротенбергу в покупке вот этой виллы на элитном испанском курорте. Цена недвижимости – 9 миллионов евро. Сделку пытались оформить так, чтобы скрыть реального владельца. Сначала домом владела компания с Мальты, затем с Кипра. А эта квартира в Монако была куплена в 2016-м для Аркадия Ротенберга. Из одного офшора перевел в другой, из другого в третий. В конечном итоге попали. Как утверждают важные истории, такие сделки стали возможными благодаря большим связям Максима Викторова на Западе. В частности, его партнером был британский принц Майкл Кенский, чью благосклонность к России ранее изучали британские СМИ. Журналисты, которые провели данное расследование, отправили запросы на интервью всем героям сюжета. Принц Кенский, братья Ротенберги их проигнорировали. Так называемый фронтмен Максим Викторов настаивал на личной встрече в Москве. От разговора с репортерами онлайн и предложения встретиться в другой стране Викторов отказался. Следующий раз. Продолжение следует... Продолжение следует...